Санкт-Петербург и Одесса, Минск и Москва, Тула, Мурманск, Керчь – все это города, имеющие почетное наименование Герои. Главным критерием для получения статуса являлась историческая оценка вклада их защитников в победу на немецко-фашистскими захватчиками. Их название увековечено на площади церемониала в Брестской крепости Героя – знак памяти о подвиге тысяч солдат армии Советского Союза, в который выходили представители более 30 национальностей. Сегодня потомки Героев трагических сороковых стараются приложить максимум усилий для сохранения истории на малой родине. Например, юные жители Бурятии предложили проект по созданию мемориального комплекса «Города-герои». За помощью в реализации они обратились к администрации Брестской гимназии номер 2 и депутатам. Инициатором участия в данном проекте является Хоринская средняя общеобразовательная школа номер 2. Они обратились за помощью в реализации проекта к учащимся и педагогам гимназии номер 2 города Бреста для реализации военно-патриотического проекта «Мемориальный комплекс города-герои». Целью данного проекта является увековечивание памяти героев. С этой целью необходимо было взять землю с территории мемориального комплекса. И будет данная земля, как и собственно говоря, земля с других мемориальных комплексов с территории России захоронена на территории Республики Бурятия. Администрация мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» поддержала идею проекта. Ведь это еще один важный шаг в деле увековечивания памяти героев. Помещенная в капсулу земля священной цитадели станет одним из важных элементов будущей экспозиции на территории Бурятии. Участие в церемонии передачи приняли ученики администрации Брестской гимназии номер 2, бойцы поста памяти, руководство мемориального комплекса. Мы должны помнить тех, кто погиб, кто защищал нашу родину и на фронтах, кто ковал эту победу в тылу. И я нисколько не сомневаюсь, что наше молодое поколение, наши дети, они с достоинством будут продолжать те добрые традиции, которые заложены у нас в Бресте, в Брестской крепости, в городах героев. Да и не только. Надо помнить ту трагедию, те жертвы, которые принесли наши народы в годы Великой Отечественной войны. И это, наверное, один шаг к тому, чтобы подобные страшные события войны больше нигде и никогда не повторялись. Мы все знаем то, что в Брестской крепости конкретно 30 народов плечом к плечу сражались за свободу и независимость. И сейчас мы снова встречаемся, организуем такие мероприятия, связываемся с городами-пропоративными, со странами, с самыми отдаленными уголками России, просто для того, чтобы отдать дань уважения и чести тем, кто сражались за наше светлое будущее. А возложенные к вечному огню цветы станут еще одним свидетельством о том, что память жива в сердцах людей. По разным данным, около 35 миллионов советских воинов приняли участие на фронтах Великой Отечественной войны. Из них свыше полутора миллионов белорусы. Порядка 120 тысяч уроженцы бурят Монгольской республики. И миссия по увековечиванию памяти будет продолжена. Замечательно, что такие инициативы исходят от учреждений образования, от самих учащихся. И задача депутатского корпуса и нас, взрослых, всячески поддерживать эти благие инициативы, содействовать их реализации для сохранения общей многонациональной памяти о войне. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.